Выбор главы государства по-прежнему остается главной темой всех новостных ленты. Чем ближе дата 18 марта, тем острее и активнее борьба. В этой гонке уже есть и лидеры, и аутсайдеры, которые не составляют серьезной конкуренции, по крайней мере кандидату номер один уж точно. Но тем не менее все активно стараются привлечь к себе внимание. Но некоторые публику даже и патируют. Например, Ксения Собчак пыталась оспорить участие Путина в выборах, потому что он занимает пост президента России в общей сложности уже три раза. Однако закон действительно ограничивает нахождение на этом посту двумя сроками, но там двумя сроками подряд, а не двумя сроками в принципе. Суд отклонил ее иск. Еще звезды на политическом небосклоне. Это Владимир Жириновский, он встречается с молодежью. Борис Титов побывал недавно в Ростове-на-Дону и принимал участие в уголовном форуме. Явлинский также пытается отвоевать свою часть электората. Однако интереснее всех наблюдать, ну, мне по крайней мере за Павлом Грудининым, который, можно сказать, на алых парусах ворвался в большую политику, ярко о себе заявил. И, ну, порадоваться бы нам за КПРФ. Однако, нет. Расколол Павел Грудинин коммунистическое общество, особенно вот в регионах. И вот я вас хочу, уважаемые коллеги, спросить, почему такое знаковое событие, такое масштабное, в общем-то, масштабная повестка не объединяет коммунистов? Ну, вот Андрей, пожалуйста. Ну, я думаю, связанно с несколькими причинами. На самом деле, вот, скажем так, Грудинин оказался кандидатом для коммунистов неожиданным. Все ожидали, что выдвинется сам Дюганов, что во привычке опять, вот, Старая Гвардия пойдет вперед с привычным результатом, там, 7-10, может быть, 11%. То ли получит второе место, то ли нет, будет социализация с Жириновским и так далее. Но тут было принято решение, ну, то ли КПРФ, то ли вместе с администрацией президента КПРФ принимало это решение. Думаю, что, скорее всего, коллегиально это был, коллегиальный такой проект. Выдвинулся Грудинин, совершенно неожиданный новый человек. Собственно говоря, вот в этом перечне кандидатов, о которых ты говоришь, это первое свежее новое лицо. То есть, вот, все про всех знали, да? Все уже, можно сказать, ветераны, ну, кроме Собчак. Ну, и Собчак тоже была известна, правда, в несколько другом амплуа, она женщина с трудной судьбой, значит, женщина с прошлым, поэтому, значит, она была известна в несколько другом амплуа. А в большом счету все остальные были тоже хорошо известны, и, в общем-то, ничего нового они избирателям, своими лицами не могли, да. Появление свежей, новой фигуры, я думаю, что это одна из причин достаточно такого заметного успеха Грудинина, потому что там разные говорят про его рейтинги. Официальные рейтинги сообщают одни цифры, неофициальные слухмейхеры сообщают, там, чуть ли не цифры, в два раза больше. Ну, вот я сразу скажу, что в ЦИОМ отдает Павлу Грудинину там 7%, а следующий кандидат Жириновский 5,5. В ЦИОМ отдает 7%, какие-то неофициальные соцопросы показывают 20% и более процентов у него и так далее. А некоторые опросы вообще показывают, что лидируют Грудинин. В это я не очень верю, что лидируют, конечно, здесь, скорее всего, это уже элемент такой предвыборной кампании, которую сами же сторонники Грудинина и ведут. Подогревают. Да, да, но здесь, на самом деле, я думаю, что здесь залог успеха, тем не менее, очевидно, что кампания Грудинина, это сегодня, наверное, самая успешная кампания в ходе избирательных выборов. Предсказуемый успех Путин, он не является новостью, да, и понятно, что там он выходит на первое место, занимает свои там 70% или около того. Понятно, значит, действия Жириновского, того же Титова, который тоже баллотировался там в разных ампулах, участвовал в электронной кампании. В общем, на самом деле, ничего нового не происходит. У Собчак показывают пока скромные результаты, судя по соцопросам. То есть она буквально еще там месяц-два назад была просто суперлицом в этих выборах, да, и казалось, что именно эти выборы будут и выборы имени Собчак, да, но если не Путина. Да, что-то как-то сдулась немножко, да. Она сегодня стала, скажем так, дама и играет роль второго плана. И поэтому, на самом деле, успех Грудинина, он обусловлен, на самом деле, не столько поддержкой со стороны коммунистов, да, сколько потому, что это новое лицо, которое появилось в России, в российской политике впервые. Да, там есть элемент вот такой коммунистической, коммунистической популистской риторики, но я думаю, что на это меньше даже обращает внимание. Я думаю, что это связано с тем, что вот именно появление свежего лица в выборах и вызывает к нему интерес. А то, что причина, по которой это колет, раскалывает коммунистические, наши коммунистические, скажем так, коммунистические группы в стране, да, Ну и потому, что, на самом деле, я думаю, что есть такая затаённая, мне кажется, опасение, затаённое опасение вот в номенклатуре КПРФ о том, что Грудинин наберёт результат больше, чем набрал Зюганов на прошлых выборах. Потому что после этого встает вопрос... Это будет удар по имиджу, да? Да, это же колоссальный удар, да. Поэтому, по большому счёту, в успехе Грудинина не заинтересована коммунистическая номенклатура. Виталий, ну вот скажи, пожалуйста, почему так неактивно Волгоградская обком КПРФ ведёт себя? Вот их, в общем-то, не видно и не слышно. И если сейчас Грудинин набрал 7%, 7,1%, по-моему, да, 7,1% он набрал, и то не все коммунисты за него, как я понимаю, да, голосуют, может быть, уже ближе к выборам, к 18 числу, как-то вот этот спящий электорат его проснётся? Ну, ряд экспертов, когда появился Грудинин, говорили о том, что, я с ними согласен, что его появление как раз и было нацелено на раскол. А, с другой стороны, Волгоградский обком КПРФ, их сложно назвать коммунистами. Это проект руководства местной Единой России и ответственных руководителей об администрации. Александр Леонидович, ну вот Топарина возглавляла, когда обком КПСС тогда, да, она... КПРФ? Нет, тогда КПСС она, наверное, возглавляла, да. Она была вот, ну, лидером, её уважали, к ней прислушивались, потом был Паршин, потом сейчас Тамара Говоловачёва. Ну, я тут с коллегой не совсем соглашусь, я считаю, что волгоградские коммунисты не принадлежат к числу коммунистов-обновленцев, и являются коммунистами-консерваторами, традиционалистами. Старобрядцами. Да, старобрядцами, достаточно догматичными. Я помню те времена, когда была жива Левтина Викторовна, и сам Геннадий Андреевич Зюганов с сожалением говорил о том, что вот сколько раз я говорю о Левтине Викторовне, что надо быть гибче, а она нет, вот стоит на своих принципах и никак не может привлечь в себе какие-то новые группы электората. В общем, у нас коммунисты достаточно такие традиционные, именно по этой причине они не активно поддерживают Грудинина как кандидата. Я полностью согласен с Андреем, что очень сильны традиционалистские догматические настроения в КПРФ, и не только среди чиновников самой КПРФ, но и части её электората. Они, естественно, боятся обновления партии, обновления, так сказать, победы Грудинина. Это естественно. Но причина успеха Грудинина, я думаю, состоит в том, что это, пожалуй, единственный кандидат, который претендует на объединение разных электоральных полей. Потому что Жириновский, Титов и все другие жестко привязаны к своей электоральной нише. Этот же выдвигает идеи социальной справедливости, открыто говорит, мы хотим видеть Россию обществом социальной справедливости. Запрос на идею справедливости достаточно высок, и у него есть шанс объединить разные электоральные поля. Вот удастся или не удастся, вот это интрига. Женя, ну как считаешь, удастся или не удастся Павлу Грудинину дособрать, так сказать, электорат коммунистический? И по поводу его предвыборной программы, вот 20 шагов настоящего коммуниста, так скажем, эта программа? Или все-таки бизнесмена и капиталиста и олигарха? Для того, чтобы узнать, настоящая эта программа или нет, ему, во-первых, надо вступить в партию КПРФ, как минимум. Потому что эти сюжеты уже проходили, в том числе и в Волгоградской области, когда коммунисты поддерживали, так сказать, если не чуждых, то, в общем-то, таких полярных кандидатов. Андрей Куприков в 2013 году абсолютно на таких же условиях. Ну и Роман Гребенников, и госпожа Гусева, наверное, да? На выборах по Городищенскому округу Андрея Куприков, который в то время вышел из партии «Правое дело», какой-то правого толка, то есть другого фланга абсолютно. И они из этих, в общем-то, как раз из прагматичных соображений, чтобы попытаться выиграть эти выборы. Потому что Куприкову нужна была такая крупная электоральная база, у коммунистов не было своего кандидата или таких финансовых средств, которые могли бы там быть задействованы на этих выборах, а выборы выиграть хотелось. Поэтому, в общем-то, вот этот интерес общий нашелся. И к чему это привело, в общем-то, мы видели, да, даже в таких условиях, когда главный кандидат от партии, там, Мунира Шабанова была снята за неделю до выборов, тем не менее, выборы выиграть не удалось, да. И причем сам же Андрей Куприков говорил, что, в общем-то, все выборы прошли относительно честно. То есть, таких крупных каких-то фальсификаций ни он, ни его там наблюдатели не обнаружили. Поэтому, в общем-то, Грудинин из этой же, в общем-то, примерно такой же сюжетной линии, скорее всего, ждет, да, потому что вот те коммунисты, там, правоверы, старообрядцы и так далее, они никогда не примут новую, вернее, вот эту вот коммерческую ипостась, да, потому что Грудинин и вот эти, там, банковские счета, о которых сегодня очень много, там, говорится, да, и вот эти миллиарды, которые он там спрятал или запрятал, да, переписал на кого-то, да, потому что для коммунистов, тем более, там, так скажем, преклонного возраста, им, в общем-то, не важно, там, да, они в оттенках, там, особо не разбираются капитализма, там, и так далее, социальным лицом, для них он всегда, там, будет капитализм, то есть он как вот та клубника, которую он там выращивает и продает успешно, да, то есть она сверху красная, а внутри белая, поэтому для них он всегда будет таким, но это кто-то уже сравнил, вот, и, в общем-то... Жень, ты знаешь, вот, как дополнение, сейчас очень активно на первых каналах, на федеральных рассказывают про кандидатов в президенты, да, и я вот заметила, про всех говорят со знаком плюс, и только когда начинают про Грудинина говорить, сюжет вот про Грудинина, почему-то там всегда стараются найти какие-то минусы, ну, вот недавние, совершенно вчера, по-моему, я смотрела, когда он встречался с каким-то коллективом рабочим, сказали, что он пришел туда, устроил скандал, выгнал оттуда журналистов, стал выгонять, сказал, что очень маленькое помещение, и просто я вот отметила для себя, думаю, ну, наверное, не про кого так в таком ключе и не стали бы говорить... Коммунисты, конечно, они традиционные, это главные оппоненты. Боятся, еще я сделала бы, вот, боятся, его опасаются. Значит, рейтинг выше ФСОМовского. Да, да, да. Я думаю, что здесь, на самом деле, если, хочу напомнить просто, Марина, ну, как-то, по-моему, летом прошлого года еще, ну, точно, по-моему, где-то летом, начале осени, говорили о том, что коммунисты могут выставить на выборах президента не Зюганова. Мы тогда говорили, что, вот, возможно, это будет лидер Левого фронта Сергей Удальцов, который только тогда освободился. То есть мы говорили о том, что, в принципе, какие-то костыли коммунистам понадобятся, электоральные. То есть среди своих Зюганов не справятся с задачей, и, возможно, вот им придется выставить какую-то другую кандидатуру. Кстати, не члена партии. Мы тогда рассуждали об Удальцове. Было коммунистов и беспартийный. Нет, и левых сочувствующих, потому что все-таки Удальцов, это, по-моему, коммунист больше, чем Зюганов, все КПР вместе взяты. То есть по смыслу, по идеологии и так далее. Собственно говоря, по большому счету этот прогноз-то и сбылся. Они нашли такой подпор, то есть не рискнули выставлять Зюганова. Да, но они выбрали не левого радикала Удальцова, а они выбрали, скажем так... Розового? Розового Непмана, такого предпринимателя, да, и Грудинина. Но здесь проблема решается в том, что, на самом деле, я думаю, что этот выбор тоже делается не без участия администрации президента. И, в принципе, вот игра в Грудинина, мне кажется, это самая интересная, хотя и самая рискованная игра Старой Площади сейчас. Вот я тоже хотела отметить, что опасная игра. Но, с другой стороны, она и добавляет той остроты и перчинки в блюда, которые делают его особенно вкусным. Клубничка на торте такая. Уже, я думаю, что не клубничка. Скорее, уже красный перец в блюде по-кавказски. Грудинин, его факторы, он вернул к выборам интерес у электората. И люди готовы к ним на выборы. Ну, и эта роль отводила Собчак? Сначала, да, но не справился. Но она не потянула, да. И вот как раз те истории, когда о нем говорят негативно, это как раз мотивирует людей пойти его поддержать. То есть, по крайней мере, пойти на выборы. Что, собственно, и нужно. Чтобы не пришли на выборы, а дальше уже технологии. Здесь, мне кажется, самый интересный сегодня вопрос не о том, что там сколько возьмет Грудинин. Я думаю, что, конечно, если так вот ситуация раскручится, как сейчас, то вот мой предыдущий прогноз, когда я говорил, что если выдвинется Зюганов и Жириновский, Жириновский будет вторым, то, скорее всего, в этой истории все-таки Грудинин будет вторым, а не Жириновский. Но здесь интересно другое. Куда денутся голоса Грудинина и его рейтинг после 18 марта? Вот это самая интересная история. Потому что сегодня Грудинин, накачанный вот этими избирательными компаниями, получит очень хороший процент поддержки. Это в любом случае будет очень высокий процент поддержки. Он его должен будет потом куда-то капитализировать. Он должен будет его куда-то потом перенаправить. И возникает вопрос, а куда это будет сделано? Если это будет сделано, я думаю, что сегодня больше всего, больше всего в окружении Зюганова как раз и боятся этого результата. В окружении Зюганова уже делят власть различные бывшие комсомольские группы, которые сегодня уже ждут, когда патриарх коммунистической партии наконец-то отправится ногами вперед на лафете, на артиллерийском. Чтобы, потому что другой ротации там не бывает среди коммунистов. Только пока не помрет вождь. И поэтому они уже делят власть в окружении Зюганова. Надеясь забрать... Там минимум четыре группировки насчитываются по разным оценкам. Внутри окружения Зюганова, рядом с ним, который находится КПРФ, которые уже хотят забрать власть после его ухода. И появление Грудинина ломает вообще... Может сломать абсолютно всю эту игру. Потому что Грудинин, как настоящий коммунист, за ручившийся поддержкой этих выборов, взявший хороший результат, может сломать игру всем этим номенклатурным группам. Я не знаю, как дальше... Сумалину испортить. Да, именно поэтому, кстати, вот эти номенклатурщики наши из того же Волгоградского обкома и еще с каких-то других обкомов, они не помогают Грудинину. Потому что они связаны, в свою очередь, в вертикале вот этих связей со своими «блатными», условно говоря, в кавычках, комсомольскими группами в Москве. Волгоградский, защитная часть верхушки Волгоградского обкома ориентируется четко на одну из группировок в окружении Зюганова. Это достаточно известная вещь. И успех Грудининам совершенно не нужен. Поэтому, на самом деле, в данном случае, я думаю, но тем не менее, если Грудинин возьмет этот процент высокий, мне интересно посмотреть, что потом дальше будет. За счет чего он возьмет? Нет, он возьмет. Он берет хороший процент сейчас голосов. Он возьмет за счет разной поддержки людей. И то, что сейчас его пытаются дискредитировать с помощью различных слухов о его молении, о его недвижимости в Германии. Честно говоря, компромат очень слабенький с точки зрения того, что все знают, сколько наворовали, в кавычках, или набрали. Наши некоммунистические политики, лидеры, у кого дети учатся за границей, кто имеет какое гражданство, у кого там недвижимость. Если власть его ругает, значит, он хороший. И мне нужно выходить на выборы, потому что они так уже власти. Поэтому, на самом деле, здесь выход Грудинина вперед, конечно, это интересная интрига. И здесь возникает вопрос, что потом с этим левым пакетом голосов будет делаться. Я думаю, что после выборов, конечно, Кремль попытается всяческий пакет рассосать, разбросать. То есть он будет его использовать в качестве инструмента устрашения для этих группировок, борющихся за власть в окружении Зюганова, чтобы сделать их более послушными для себя. Но в то же время он сам не очень будет приятный, этот пакет голосов дальше как-то аккумулировать и держать в какую-то организованную силу. Поэтому Грудинину, мне кажется, нужно готовиться сегодня именно к тому моменту. Если он серьезный игрок в политику, а не просто нанят Барамовичем в председе колхоза, мы посмотрим теперь, мы узнаем, как на самом деле сейчас. Потому что всякое бывает в политике. Человек начинает как чья-то кукла, а потом она сама становится как кукловодом. Мы уже наблюдали в политике такие развороты. Если Грудинин не кукла, а человек, который стремится стать самостоятельным игроком, значит, мы увидим после 19 марта продолжение. Пока у него очень мало шансов. Пока мы не можем ничего об этом говорить. Сейчас мы ничего не можем свердать. У него шансов, по крайней мере, больше, чем у всех остальных кандидатов. Единственное, он может каким-то образом добиться того результата, который говорит Андрей Николаевич, если его приведут за руку к этому результату. Потому что сам он не придет. У него нет ни харизмы, ни программы. У него нет влияния ни на партию, ни на вот эти самые... Ему не нужно влияние на партию. Потому что сегодня партийные институты все дискредитированы. Люди не верят никаким политическим партиям. И коммунистам в том числе. Внутренняя мобилизация не всегда стояла на первой месте. Какая-то внутренняя мобилизация. 10%, которые он не получает на последних выборах, это не результат. Это кот наплакал. То есть при том уровне социального расслоения, протестных настроений, которые есть в обществе, уровня несправедливости... Наверное, поэтому Справедливая Россия вообще не стали выдвигать своего кандидата. Все, что людей смешить-то, да? Да, потому что там нечего. Ни одна партия не... Сегодня никаким партиям люди не верят. Путин не выдержит никакой партии. Путин пошел сам. Потому что, понимаешь, в Низельской партии связываются даже с Единой Россией. В партии люди не верят. Поэтому и наличие партии... Обратите внимание, у нас все кандидаты. Путин, Грудинин, Собчак. Они не имеют своих партий. Они все от кого-то, да, преподержат. Нет, она выдвинутая. Но как та же, как и выдвинут Грудинин. Но они не имеют своей партии. Они не участвовали раньше в партийной работе. И Титов это условная партия. Человек, который занят бизнесом всегда был. Ну, кстати, они же могут потом и после выборов создать свои партии. Это другой разговор. После выборов кто из них что будет создавать, кто из них что будет делать. Каким он процентом, каким партийством займется или нет. Здесь важный момент, что сегодня на этих выборах большинство кандидатов это не люди, связанные с партией. Это лишний раз говорит о кризисе партийных институтов в России. Да, Виталь. Как раз второе место Грудинина, оно может и повлиять полностью на перестройку всей партийной системы. И в том числе в парламенте следующего созыва. Жириновский третье место. Зелганов, то есть это уже крест на нем. Уже может быть по-другому. И в следующей думе мы можем, конечно, в нем коммунисты будут, останутся. Вторая партия по популярности, по рейтингам. Но вот ЛДПР или другие уже под вопросом. Для волгоградцев 18 марта их ждет еще одно важное решение, им нужно будет сделать. Это у нас будет референдум по переводу времени, по переводу стрелок. Оставлять ли сегодняшнее время, или мы будем жить в плюс один. В общем-то, избирательный избирком волгоградский он напечатал уже бюллетени. Вот я хочу попросить режиссера, чтобы он нам показал. Вот так вот будет выглядеть бюллетень. Я хочу вам его зачитать. Запаситесь попкорном и терпением. Вот смотрите. Считаете ли вы необходимым внесение Волгоградской областной думы в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проекта федерального закона о внесении изменений в статью 5 федерального закона об исчислении времени, предусматривающей переход в Волгоградскую область из второй часовой зоны, московское время, здесь какие-то плюсики, плюс 3, в третью часовую зону, московское время, плюс 1 час. И здесь нужно поставить, да или нет. Я думаю, вот бабушка придет, посмотрит на этот листочек и, в общем-то... И состарится там, и кофе, прежде чем она его выводит. Так, чтобы граждане совершенно ничего не поняли. Коллеги, давайте быть все-таки объективными, потому что эта формулировка единственная возможная, которую можно было так вписать. Если можно было написать проще или заменить какие-то слова на какие-то другие более... А почему нельзя изменить формулировку? Ну, потому что это требует закон. Вот именно так этот вопрос отдельно обсуждался на инициативной группе. Ты в теме очень. Вот если я не хочу, чтобы переводили на час вперед, я ставлю нет, правильно? Да. А если я хочу, то да. Ну, вот так вот, наверное, проще, да? Ну, я еще хочу сказать, что в течение этого месяца будет проведена большая, там, в общем-то, информационная кампания, потому что бы у всех не было никаких сомнений, куда какую галочку ставить или какое предпочтение выбрать. То есть, разъяснительная работа будет вести, да? Да, зарегистрированы, зарегистрированы две группы, которые одна агитирует за, вторая против. Всем предоставлено равное количество времени, уже проведена жеребьевка информационных. Жень, ну, вот люди, которые агитируют за, да, инициативные группы, я их понимаю, да? Они вот у них мотивируют, они тем, что световой день короткий, это сказывается на здоровье, детям гулять нужно. Ну, в общем, они приводят много фактов и, в общем-то, в свою пользу. А чем объясняет инициативная группа, которая против? Почему они против? Ну, еще раз говорю, это референдум касается, ну, или так сказать, проблема касается, прежде всего, вот, таких, ну, либо профессиональных страт, да, либо социальных страт, да? Против там или за выступают люди, которых это касается напрямую, там. Там, железнодорожники, там, родители малолетних детей, мамочки, да, так называемые, это самая большая группа, которая там... Вот Александр Леонидович что-то вздыхает, хочет нам сказать. И, соответственно, этот референдум, он как раз здесь надо смотреть, какие личные интересы каждой из этой группы отстаиваются, да, то есть других, другого... А ты за или против? Ну, я вхожу в инициативную группу, поэтому нам, вернее, как-то воздерживаться от... Так есть же две группы, Женя, за или против, ты в какой? Нет, я говорю, я пока воздержусь от... А, то есть ты в третьей группе, потому что ты входит в группу, но в какую, неизвестно. Я, безусловно, пойду на референдум и проголосую, да, но если, там, это неизвестно, как отразиться на, с точки зрения законодательства, да, мои рассуждения или, там, агитация за ту или иную группу или, там, предпочтение. Ой, Женя, ты, по-моему, так же сложно говоришь, как и здесь написано. Нет, на самом деле, ну, если проще сказать, то есть как член инициативной группы лучше, в общем-то... Оставить считаешь, да? Нет, лучше, мне кажется, воздерживаться от каких-то... От каких-то публичных... Вы же не инициативная группа, которая воздержалась? Да. У меня совершенно другая точка зрения. Ну, во-первых, закон о референдуме, и это мы можем подтвердить по опыту референдума 93-го года. Допускают любые формулировки, утвержденные определенным способом. Потому что формулировка, доверяете ли вы президенту РФ, ну, никак не вяжется вот с этим формально юридизированным сленгом. И этим канцеляритом. Это просто взрыв мозга, да? Совершенно верно. Конечно. Поэтому формулировочка подобрана так, чтобы граждане ничего не поняли. Безусловно. Это мое мнение. Второе. Значит, чьи интересы затрагивает собственный референдум? Ну, вообще-то говоря, поясное время подбирается так, чтобы естественный природный цикл совпадал с системой исчисления времени. И это устраивает абсолютно всех, а не какие-то профессиональные группы. Ну, представим себе Владивосток, да? Там, наоборот, жуткая проблема для профессиональной группы. Для жильц-дорожников, для связистов и так далее. Потому что там различия с Москвой колоссальны. Так что нам? Жить во Владивостоке по московскому времени, чтобы профессионалам было удобно? Ну, это же смешно. Это затрагивает всех. Но другое дело, что могут быть определенные группы интересов, не заинтересованные в изменении этой системы. Скорее всего, административные. Скорее всего, административные. И они стремятся навязать свою волю большинству. Я за то, чтобы вернуться к той системе отчеток, которая уже пришла с Аратовской Астраханской области. И которая соответствует естественному природному циклу. То есть, вы здесь вот галочку поставили. Да, безусловно. То есть, вас не смущает, что сейчас в той же Астраханской области готовится референдум о том, чтобы вернуть это время. Потому что оно стало неудобным для этого. Значит, меня убеждает только один опыт многих десятилетий, когда Волгоградская область жила в поясном времени. Всех все устраивало. Так и сейчас всех все устраивает. Так сейчас не поясное время, сейчас московское. Коллеги, ну вот еще я хочу вам привести... Марина, я скажу свои пять копеек. Я, конечно, проголосую за то, чтобы остаться в московском времени. Не буду объяснять почему. Чтобы не подвергнуться астракизму. А он профессиональный лоббист. Я проголосую за московское время. Не он работодатель в Москве. А второй момент, как бы... Но мне кажется, на самом деле, не получилось бы так, что сейчас этот референдум может оказаться, скажем так, уже референдум вчерашнего дня. Потому что сейчас в Госдуме, насколько я знаю, принимается законопроект. Рассматривается законопроект. Вот опять о плавающем времени. О сезонном переходе на зимнее, летнее время в течение... В течение года дважды переводить. То есть, как это было, на самом деле, до недавнего времени. Мне было очень удобно. Я думаю, что это самый оптимальный вариант, на самом деле, перехода. Женя, такое инициативное дело. Не надо упираться ни на местное время, ни на московское. Я думаю, что, на самом деле, переход на плавающее время, сезонное время, это будет самый оптимальный выход из ситуации. Потому что тогда будет примерно совпадать все это по настроениям и с естественным течением времени. То есть, будут удовлетворены все. Все будет хорошо. То есть, вся страна, раз, и пенарь не верен. Нет, не все регионы переводят сезонные, тоже не все регионы. Но если в Госдуме такой законопроект будет принят, как федеральный, вся страна будет так делать. И поэтому, на самом деле, что проблема исчезнет сама собой, а вот этот замечательный документ можно взять себе на память, наверное. Я тебе дам. Да, хорошо. Спасибо. Но еще раз говорю, вот этот самый вопрос, который был первым вопросом о формулировке, который я рассматриваю в инициативной группе. Юрист избиркома сказал, что по-другому нельзя его никак сформулировать. Ну, конечно. Юристы у нас никогда не могут просто формулировать. Никогда. Так что, в самом деле, сделайте запрос, и вам компетентно ответят. У нас все юристы с Волгуру. О, я знаю их качества. Хочу продолжить, что в Госдуме принят президентский закон о повышении МРОД с 1 мая 2018 года. Он теперь равен будет прожиточному минимуму. И, внимание, здесь, наверное, должна быть барабанная дробь. 11 163 рубля будет он составлять. И вот господин Володин, который прокомментировал этот закон, он назвал это решение движением вперед. Хочу вам цитату прочитать. За 17 лет страна, которая претерпела серьезные изменения, вышла на такие решения. И мы с вами сегодня принимаем его, ну, то есть закон, приравниваем рот к прожиточному минимуму. Это серьезное решение. Вот. Это нужно его отмечать, безусловно, как движение вперед по пути социальной защиты граждан. А если такие деньги далеко не прошагают вперед? Я думаю, как раз они отметили каждую на эту сумму вечером. Ну, я хотел бы обратить внимание... Сбросились, да. Марин, я хотел бы обратить внимание на два момента. Если бы я комментировал высказание Володина, я бы сказал, что мы опоздали ровно на 17 лет. А во-вторых, одна пикантная деталь. Есть вопрос в том, когда закон должен вступить в действие. Вот депутаты хотели его отложить на 19-й год. И только пинок президента вернул их к реальности. Винуждает их и реальность. Так что великое решение, великая благодать, которая желается благодать, не спасла его народу. Вот. В общем, очень как-то так неубедительно смотрится. Ну, хочу вам сказать, что Волгоградцы, они хоть и не имеют пока таких огромных денег, но вот... Зачем они им? Да. Волгоградстат приводит цифры, что в январе волгоградцы потратили в общей сложности 27,7 миллиардов рублей. Но, коллеги, вот большая часть, вы будете, может быть, удивлены, большая часть этих денег, она была потрачена не на еду. А на одежду на продовольственные товары. Да, не продовольственные товары. Ой, простите, да, конечно. А потому что Новый год люди покупали подарки. Ну, людей покупали еду в Новый год, праздники большие, длинные были. Иногда они едят и не только в Новый год люди. Иногда едят и просто кончать, да, некоторые едят на каждый день. Просто стоимость товаров неподовольственных, она в общей доле, их доля больше. Но в любом случае повышение зарплаты, которая грядет, это, в общем-то, позитивно в любом случае. Факт, как бы его там... За ним повышение цен. Как бы того ни крути. Поэтому здесь стоит порадоваться, все-таки, мне кажется, за тех... Они, конечно, ходят вместе. Ну, вот сейчас я хочу попросить нашего режиссера, чтобы он нам слайд поставил государственные задачи. Сейчас мы подождем немножечко. Вот, вы можете посмотреть. Компания Ромир, она провела опрос и задавала, в общем-то, респондентам вопрос, как вы считаете, каковы должны быть главные государственные задачи в России сегодня. Вот хочу обратить ваше внимание, что рыжим цветом это 17-й год, а красным это 15-й год. Вот как можно посмотреть, здесь изменились предпочтения. Ну, вот повышение благосостояния народа, ну, то есть борьба с бедностью, наверное, да, вот можно проще сказать. Вот на первом плане было в 2015 году 29, а в 41% вот в прошлом году, Александр Леонидович, выросло число бедных, да, у нас? Думаю, да. Думаю, да. Вот если посмотрим на те показатели, которые выше 20%, они все связаны с социально-экономическим положением. Граждан, сейчас я скажу, повышение благосостояния 41%, развитие российской экономики 40%, борьба с коррупцией 31%, развитие социальной помощи населению 20%, забота о старшем поколении 29%, забота о старшем поколении 20%. Ну, вот хочу сказать, внимание, Андрей просто не видит, наверное, да, борьба с коррупцией, вот в этом году 31%, а в 2015-м было 17%. То есть, да, ну, практически в два раза, да, в два раза. Так вот, любопытно, что граждан заботит не угроза внешних врагов. Их не интересует внешняя победа. Да, внешние победы. Военные мощи, да, проблемы миграции тоже как-то и в мире, и в волне. Выходит, конечно, на первый план экономические проблемы. А сколько усиление престижа России в мире? Так, 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 падение, да, в этом году 15, простите, в 17-м 15, а три года назад 21. То есть, пропаганда перестает действовать через телевизор. Ну, 6% статистически, статистически значимая величина. А если это еще связать с укрепением рост государственности, то же падение, тоже напомню. Да, тоже падение. То есть, как раз вот, вот, с риторикой каналов федеральных. Да, государственная патриотическая риторика, милитаристская она не работает. То есть, работа в холодильник, а телевизор. Ну, вот удивительная, удивительная, интересная программа, которая показывает, вот... Как есть, на самом деле, людей не интересует победы в чужих краях, борьба с терроризмом и достижения России в мире. Вот то, о чем мы говорили, что сегодня их собственное желание. Нет, ну, борьба с терроризмом все-таки интересует, причем, Андрей, борьба с терроризмом, 17-й год, 19, а в 15-м-то 7% было. То есть, рост терроризма-то есть, да. Почти в три раза. Но, тем не менее, это не позиция, там, первой пятерки, да? Да, да, да. Шестерки. Поэтому, на самом деле, хорошо, ну, вот, пожалуй, единственное, что остается сейчас, да, вот от такого силовых действий государства, то, чего люди хотят, в принципе, ведь это все-таки безопасность. Это безопасность, да. Ну, то есть, это не внешнеполитическая активность, не борьба за рубежом и так далее, это защита собственных рубежей, да, и собственной безопасности. Даже безопасность внутри страннее, конечно. То есть, люди фактически говорят о личной, социальной, экономической и физической безопасности, да. Это то, что, то есть, люди возвращаются, требуют внимания лично к ним, к их собственным проблемам. Хватит болтать о величии за границей и так далее. Ну, вот, Ольга уже говорила, что 22 миллиона у нас в стране бедных, но на самом деле эта цифра и может быть занижена. На самом деле их может быть больше. Если панализировать ваших коллег каналов федеральных, да, то все-таки уходит риторика Украины, уходит риторика уже в Сирии. Не, ну и сумасшедшие, конечно, которые там трендят, правда, без конца. Но все-таки, слава богу, то есть, они поворачиваются лицом к проблемам населения. Ой, Витальев Александрович, я бы очень хотел, чтобы было так. Но инерция, инерция пропаганды, по-моему, настолько сильна, что по трем основным федеральным каналам по-прежнему мы слышим то же самое. Да, иногда такое ощущение, что наше телевидение захватила Украина и транслирует по нашему телевидению свои собственные программы. Баширазов там тоже. Да, и Баширазов захватил наше телевидение. То есть, я думаю, нашему российскому телевидению, вот эта диаграмма показывает, что нашему российскому телевидению пора вернуться домой. Из Украины и Сирии пора на дембель, на дембель в Россию, говорить о жизни и про реальных проблемах простых людей. Хватит трендить про Украину, про Сирию и прочую героиню. О чем хотите говорить, каналы Благодарян? Авиационные удары. Пусть Израиль, пусть это проблема Израиля. Давайте заниматься своими. А потом скажи на, пожалуйста, другой слайд. То есть, 203. Рейтинг регионов России. Вот мы уже с Андреем и Александром Леонидовичем об этом говорили. Но вот хочу с Женей и Виталием послушать. Будет, можно остановиться помедленнее немножко? Это помедленнее немножко. Остановите, пожалуйста. Вот Волгоградская область у нас на 39 месте всего принимала участие 85 краев, регионов и областей. Это было в 2016 году место, это в 2017 году. У нас, да, рост налицо. Один пункт мы прибавили. Сабильность. Сабильность признаков. Да, вот мы просто быстро пролистали. Но я хочу сказать, что на первом месте традиционно у нас Москва, Питер, Московская область, Татарстан и Белгородская область. Да, Воронеж на седьмом месте, Саратов 33, если я не ошибаюсь. Да, вот Саратов был 30. На самом деле надо смотреть не на позиции, которые в рейтинге, а на позиции, на физические показатели. Амбрианская 4 десятые? Потому что различия между первой и второй десяткой в показателе физических, они не очень большие. Поэтому здесь прибавится несколько десятых и сразу прибавится 10 позиций. Поэтому надо ориентироваться не на... Не совсем, я поняла, Жень, прости, пожалуйста, первые колоночки баллы. Вот Женя говорит, что надо задать они. То есть там отличие... В десятые сутки. Прям погрешность какая-то идет, небольшая. Там сотые, десятые, там эти, там же нет разницы. Нет, но если посмотреть на Калмыкию, которая внизу, Ингушетия, Тува, там большая разница. А можно нам, вот я хочу попросить, чтобы нам до конца пролистали, вот Брянская область, да? Да, 50-е место. А разница сколько? 2 балла, правильно? Виталь, ну как ты считаешь, у нас есть какие-то шансы подняться вверх по этой таблице? Но мы уже поднимаемся. Маленькими шажочками, да? Вот слишком этот рост какого-то, рост физических показателей, он довольно инертен, да? Да, но тем не менее, это нельзя отрицать, что валовый региональный продукт за 3 года увеличился, там, по-моему, на 30%. И там с 400 до 700... Ну, я бы что отметил? Ну, у нас, да, промышленность в Городской области отмечена, что 20% это среда. Ну, в 21-м году он уже должен там достичь там триллиона рублей, то есть это, в общем-то... Да, Александр Ильич. Ну, я думаю, что здесь валовой продукт никак не представлен, в первой колонке представлена сумма баллов, которая давалась по разным показателям. Ну, там 72 показателя, да. Более 72 показателей, да. Ну, дело не в этом. Я думаю, что рейтинг этот отличается от других тем, что здесь взята все-таки система показателей, а не вкусовые ощущения составителей. И он демонстрирует ту простую истину, что Волгоградский регион всегда находился, по крайней мере, последние 10 лет точно, в золотой середине российских регионов. И что все эти шумы о депрессивности Волгограда, о его безысходности... Особой какой-то шум, да. Да, да, да. Это не более чем фейк, это не более чем продукт пропагандистских усилий определенной части публики. Вот. Я думаю, что прежде всего мы южный регион, в южных регионах жизнь всегда лучше, чем средняя Россия. Во-вторых, у нас был накоплен достаточно большой потенциал города-миллионника во всех сферах оказания социальных услуг, даже по российским меркам. Не надо забывать, что у нас городовых миллионников всего 15 в России, да. И этот потенциал работает, плюс лоббистские усилия власти. И последнее, это то, что граждане стали видеть позитивные изменения невооруженным глазом в городе. Да, последний год. И это все-таки поколебало вот эти устойчиво-пессимистические депрессивные настроения, вот этот психоз негативный, он поколеблен. Я согласен с Андреем Михайловичем, что, конечно, к этому рейтингу еще и психиатров хороших, и психотерапевтов. Психотерапевтов, которые бы исключали флюиды и говорили гражданам, но этот рейтинг отражает еще и реальность. Я как раз дополню, профессор, о том, что большинство из нас, граждан, все-таки мы визуалы. И когда мы видим хорошую картинку, она в городе улучшилась. То есть мы начинаем все-таки надеяться, что следующим этапом будет улучшение нашего благосостояния. Надеюсь, так оно и будет. Ну, хочу сказать, что здесь никто депрессии не подвержен, слава богу, чего мы и вам желаем. Программа наша завершена. Смотрите телеканал Волгоград-1. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Все прекрасно. Ты была великолепна, Марина. Ты была великолепна. Все прекрасно. Ты была великолепна. Ты была великолепна. Ты была великолепна. Ты была великолепна.